Всем привет! Вы на канале Печуркина дача. Сегодня мы приехали на дачу в пятницу. Идёт снег. Уже столько насыпало, как будто здесь никто ни разу и не чистил. У нас холодно. Ночью в прошлое было, точнее с утра, 22 градуса. И дом у нас не топился с прошлого воскресенья. Мы решили приехать в пятницу и всё здесь затопить и остаться ночевать. Снега. Очень много уже насыпало. Придётся завтра чистить. Вот Валера. Ну как там в доме? Минус 22 здесь, в доме минус 12. О, минус 12. Вот это да. Ну, посмотрим. Планируем, конечно, остаться, но не знаю, насколько мы быстро сможем натопить дом, чтобы комфортно спать. Ну вот. Печь в доме растопили. Наверное, видно, как дым из трубы идёт. Немножко здесь расчистили, чтобы можно было хотя бы ходить. Пока будем на улице, почистим снег вот там, во дворе. Я уже с крыльца сняла снег и со ступенек. Ну вот, сейчас нужно во дворе ещё дорожку прочистить. Можно потихоньку уходить домой. Всем привет. Минус 24 у нас. 11 часов уже. Получается, два с половиной часа мы на даче. Топим печку. Включили все обогреватели. Наверное, не видно. Дым идёт. В доме уже плюс 12. Думаю, ещё через час станет вообще уже комфортно. Пробрасывает такой мелкий-мелкий снег. Почистили снег по дорожкам до бани. И вот здесь, получается, возле дома до ворот. Холодно. Первый раз мы в такой минус, ну вообще, в принципе, ночуем на даче. Вот приехали. Решили, так сказать, испытать, что из этого получится. Сходил в баню, сейчас посмотрел, что там с водой. Вода там вся замёрзшая. Хотя, при том, что на улице сейчас минус 24, в бане минус 5. Но вода там вся замёрзла, конечно. Завтра днём попытаюсь растопить баню. Попробовать всё-таки натопить её, сходить в такой мороз. Посмотрим, что из этого получится. На улице, конечно, очень холодно. И сегодня и завтра передают. Не знаю, чем пока будем заниматься. Ну, в общем, завтра посмотрим. Всем привет! Это у нас уже следующий день. Мы уже пообедали. И я вот сижу, пью чай. Валера ушёл пить баню. Там у нас окно всё вот это в изморозе. Всё в узорах. Не знаю, в связи с чем. Ни на одном окне этого нет. Возможно, там где-то щели есть. Сейчас на кухне у нас 16,5 градусов. Я сижу тут в таком пледике. У меня вот здесь такой обогреватель стоит. Топится печка. В общем, мы вчера нагрели, получается, в спальне до 20 градусов. Ну, и, соответственно, легли спать где-то около часа ночи. Приехали мы достаточно поздно вчера. Поэтому вот так получилось. Сегодня Валера в 8 утра растопил печь. В спальне в этот момент было 16 градусов. На градуснике у нас там на стене висит который. И здесь на кухне, получается, никакого обогревателя не оставляли. Ничего не было. Поэтому здесь было, по-моему, он сказал, около 10 или 9 градусов. Вот сейчас здесь уже нагрелось. Более-менее в спальне также около 20-21 градуса. На улице у нас сегодня, когда Валера с утра выходил, на градуснике было минус 30. А в чате деревни писали, что сегодня было ночью минус 35. На улице солнце светит. Вообще, это вот для меня впервые такая ночевка на даче. Я и на второй-то нашей даче не ночевала ни разу зимой. А здесь я, честно, не ожидала, что будет так холодно. Пообещали меньше градусов, но сегодня прямо резко похолодало. В общем, сегодня мы планируем здесь остаться, также переночевать и помыться в бане. Не знаю, правда, как сейчас сможет ли Валера набрать воду из скважины. Там в бане есть какая-то вода, естественно, замерзшая. Но сможет ли набрать он сейчас из скважины – это большой вопрос. Поэтому, возможно, мы для горячей воды используем снег. Так же, как использовали раньше на прошлой даче, когда там было просто неудобно везти большое количество воды с собой из дома. Пока Оля заканчивает обедать, я затопил баню. Сейчас на улице у нас минус 27 уже. У всех топятся дома, бани. Ну и у нас тоже все топится. Баня у соседей тоже. И дом. Наверху дым выходит. Вчера, когда приехали, пока растапливался дом, почистил снег. Приобрели новую снеговую лопату. Вот такую, с оранжевой ручкой. У нас вообще теперь три лопаты. То есть вот эта самая маленькая будет лопата. Потом средняя лопата. И еще одна самая большая. Она у нас на второй даче осталась. Сюда взяли пока вот эту лопату. И вчера привезли еще вот эту оранжевую. Лопата очень легкая. Она вешает всего 1 килограмм 300 грамм. Небольшой у нее ковш такой. Ну вообще как бы планировалось и планируется использовать олей. То есть захват у нее небольшой. То есть не тяжело будет с ней ходить. Ну и сама лопата при этом легкая. Сейчас пока топится баня, дочищу снег вот здесь возле беседки. Ну в общем то и все. Может быть возможно еще возле гаража за оградой почищу снег. Ну не знаю. Посмотрим. Останется ли на это время. Ну вот я впервые сегодня за день вышла на улицу. Сколько тут градусов показывает? Минус 26. Задишки тут свет. Баня топится. Вообще я иду вешать кормушку. Вот. Пока придумала повешать ее только на кедр. Ой блин, еще ветерок. Как-то не очень поглошко. И снег летит. Только непонятно с крыши сдувает или просто снег идет. В общем, Валера мне прочистил дорожку. Вот. Придумала сюда ее повесить. Потому что в принципе у нас нет больших деревьев. Ну вот кроме яблони. Но на яблоню я почему-то не хочу вешать кормушку. Поэтому попробую сюда. Вот там Валера. Пробую на вот эту ветку. Но там посмотрим вообще дотянусь ли я. Или нужно будет что-то нести сюда, чтобы встать. Блин, чуть руки я уморозила, пока вязала там узелки. Все подвязывала. Валера сейчас принесет зерно. Насыпем. Будем надеяться, что птички будут сюда прилетать. Валера. Насыпешь? Скол все пошел. Ну да. Еще насыпать сколько ждать. Ровень с этими бортиками. По-моему, даже больше вышло. Ну ладно. Вот такая это немножко. Что? Пусть весит. Пока вешала, давай снег падать. С веток. Ай, блин. Ничему жизнь не учит. Ха-ха-ха. Очень холодно. Непривычно. У нас просто с сентября, с осени начинает. В принципе, стояла такая погода. Буквально пару недель назад. Мы еще уходили там в осеннем все. И очень резко, конечно, похолодало. Понятно, что ноябрь, конец уже, и оно должно быть холодно, но от того, что в этом году осень была такая затяжная, это очень непривычно. В общем, не удалось нам набрать воды из скважины, потому что замерз шланг, по которому вода идет вот эта вот верхняя часть его. Поэтому будем топить снежок. Сейчас надо повесить зеркало в пружайнике. Мы тут уже старое зеркало сняли. Вот он такой. У нас склад всего, чего только можно. Вот такое было зеркало. Старенькое висело. Его сняли. И мы сюда сейчас нужно опять снова. В общем, вот этот плафончик сюда и сделаем. Я этот саморез выкручиваю? Ну, выкручивай. Мы просто над ним полыше сделаем. Давай, смотрим, какого сета. Ну, вот где-нибудь вот здесь. Вот так, да, например? Да. Вот так, да. Вот так, да. Вот так. Завтра идет. Ну, потому что здесь холодно. Здесь, конечно, теплее чем на улице, но тем не менее. В бане тоже. Здесь уже, конечно, тепло. Сейчас у меня камера запотеет благополучно. Еще хотим сегодня полочку. Так, сейчас я камеру протру. Во. Хотим полочку вот сюда провешать. Вот здесь тепло, хорошо. Я остаюсь здесь, похоже. Так, в камеру тут хотеть. Вот сюда, вот в это место. Вот эту пластиковую снять и поесть деревянную. Ну, на нее сначала нужно прикрутить ушки. Чем мы, скорее всего, сейчас и займемся. Куда? Мне надо вот такие ушки прикрутить или прибить к этой полке. Делаем дома, потому что на улице слишком холодно и в бане тоже, в предбаннике. Холодно и темновато. Так, куда вешаем? Ну, я не знаю, вот на эту стену, либо вот на эту стену. Куда лучше прикладывать? Давай, смотрите. А, другую. Здесь, наверное, если сесть неудобно будет, можно под головой биться. Да. Наверное, вот на эту стену. Да. Оно не слишком близко к печке будет? Нет, нет. Тут мешаться оно не будет? Ну, тут сидишь, тут висят, тут сидишь. Ну, чтобы рукой дотянуться, вот, например, да? Вот так вот я сел. Вот, допустим. Что-то мне взять надо, я? Чик дотянулся, да? Хорошо. Надо взять какую-то самую высокую бутылку. Ну, давай. А, ну да. Кстати, да. По высоте посмотреть. Ну, повышена, наверное. Давай. В принципе, вот эта самая, наверное, бутылка высокая у нас. Ну да. Если ее сюда поставить, по высоте нормально будет. Так, надо заметить, где. Так, вот сучок какой-то тут. И вот чуть-чуть пониже. Дай мне этот саморез. Я им покручу. Убирай. Убирай. Вот я пошкрябала вот здесь. Ага. Ну, все. Вот это. Только неглубоко вкручу, чтобы потом подогнать. вкручу. 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 Вот он второй. Так, да? И второй у нас будет вот здесь. Где-то вот тут. Вкручу. Сейчас я, кстати, на уровень сделаю. Тут все же по уровню должно быть. Конечно. Давай, что я буду держать? Выравнивай. Я буду придерживать. Ну, вот, наверное, как-то вот так. Ну, все. Вот это. Иди тогда. А я включу. Ну да. А ты туда сможешь? Ну, попробуем сейчас. Отпускай. Все? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нормально. Подходит. Ну, почти. Все, сейчас я их подтяну, чтобы они сильно не торчали. Ну, давай. А я принесу. Почалки. Почалки. Мочалки, которые нужно повесить. Уже очень жарко в бане. Так. Почти все. У меня надо снег уже приносить. Неси. Уже скоро начнет закипать вода. Неси, я пока тут все помешу. Ну, давай. Все, красота. Снежку набрали. Ой. В горячую воду. Ага. За неимением. Другой. Я забираю шуруповерт? Да, да. А я сам. А, мне забираю. Все. Все, я пошла. Мне тут жарко уже. Давай. А у нас тут. Повесили зеркало, а оно все благополучненько замерзло. Пусть у меня камера запотеет. Скорее всего. Ой, холодно. В дом, конечно, уже когда заходишь с мороза, уже прямо очень чувствуется. Хорошо, что в доме протоплено. Тепло. Вот. Вот. Тоже соседи подят баню. Мы тут. Хочу бы открыть дверь, было бы вообще хорошо. Оф! Скрел. Машина стоит на автопрогреве, часто очень заводится, в деревне тихо. Камазы сегодня так и продолжали тоже ездить. Возможно, где-то дорогу отсыпают всё-таки, мне кажется, потому что с таким щебнем крупным ездили. Рискальник даже это, возможно, был. В общем, что-то где-то делают. Собрались идти в баню, у нас минус тридцать. Баня сегодня топилась с часу и до шести часов. Пар изо рта. Обливаться и прыгать снег сегодня не будем, потому что что-то очень холодно. Очень сильно холодно. Прихватывает. Вот тридцать град сегодня вообще обещают, минус тридцать пять опять так же на улице. Очень холодно. А у соседей светится ёлочка. Видно будет или нет? Это, видимо, подсветка под ёлкой. Вон там, получается, угол вашей бани. Ты не показываешь, палец-то не видно. Так, вот, вот, вот там. У них разными цветами подсветка под ёлкой получается. Очень весело. Ну, а у нас ёлка закидана снегом. Может, когда-нибудь вырастет. Ты тоже подсветим её. Что это не ёлка? Это сосна. Сосна? Угу. Ну, она такая небольшая карликовая и вырастает не более трёх метров. Ну, всё, холодно. Бежим в баню. Бежим. В воскресенье. На улице минус тридцать три. В семь утра. Мы выезжаем в город. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока.